Как и во всех регионах нашей страны, на Манганской области предприниматели в преддверии 31 годовщины независимости страны запускают новые мощности. Открылся новый корпус текстильного предприятия одного из крупнейших проектов малой промышленной зоны на Мунако Сансайского района. Планируется создать более 1800 новых рабочих мест. Проект, расположенный в малой промышленной зоне на общую сумму 350 миллиардов, уже четвертые предприятия предпринимателя. 5-6 лет назад, после открытия первой текстильной фабрики, объем экспорта был равен 2 миллиардам, говорит бизнесмен. Запуск данной мощности будет не только способствовать расширению географии экспорта, но и повышению объема в размере 35 миллионов долларов. И вот он результат поддержки предпринимателей. Запуск данного предприятия и вручение его основателю Анвару Абдулхаеву нагрудного знака Фауль Тадберко стало двойным подарком в преддверии праздника. Лиготы, предоставляемые нам, предпринимателям, поддержка со стороны государства, все это мы ощущаем в своей деятельности. В предприятия, которые мы открыли в малой промышленной зоне, внесли инвестиции в размере 15 миллионов долларов. В этом году планируем экспортировать продукцию на 5 миллионов долларов. В 2023 году планируем достичь показателя в 10 миллионов долларов. Сырье полностью местное, имеются все необходимые коммуникации, новые возможности, льготы и преференции. Инициативы, прозвучавшие в ходе открытого диалога с президентом, за все это выражаем огромную благодарность главе государства. Благодаря запуску первого этапа предприятия, 180 жителей Касансайского района обеспечены постоянной работой. Второй этап обеспечит занятость еще 450 человек. Продукция будет экспортироваться в десятки стран. Введение новой классификации предприятий, исходя из оборота. Снижение ставки налога на добавленную стоимость до 12% поможет нам сэкономить большие денежные средства, говорит предприниматель. В 2023 году он планирует запуск проекта по производству трикотажной продукции, а значит, будут и новые рабочие места. Сэкономленные средства будут инвестированы в создание новых мощностей.